В то же время украинские военные предупреждают, что сохраняются угрозы нанесения ракетных и авиаударов с территории Северного Соседа. Враг продолжает наносить удары по Харьковской, Донецкой и Запорожской областям. В Николаевской области оккупанты заняли южную окраину села Благодатное. В районе идут боевые действия. На связи со студией Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Я знаю, что вы смотрели с нами сюжет. Какие эмоции у вас появились после этого? Жалко этих людей? Вам жалко этих людей, скажите или нет? Чисто по-человечески, да. Потому что задуренные пропагандой и брошенные российской официальной власти, они, собственно говоря, обрекли себя на нечистое. Причем от этого страдают не только они, их неродные, близкие. Люди, которые не востребованы государством, хотя ради этого государства они отдали самое ценное, что у них есть здоровье, некоторые из них жизни. Это тот самый печальный итог государственной российской военной политики. Думаю, дальше будет больше. Война продолжается. Кремль от своих первоначальных планов не отказывается. Боевые действия продолжаются. А значит, будут еще сотни, тысячи погибших, покалеченных российских военнослужащих, которые по велению своего верховного командующего двинулись в бой в рамках выполнения так называемой специальной военной операции. И видели, вот эта женщина, которая стояла в небольшом селе, она говорит, как отправлять на службу, так очень много красивых слов, а как встречать покалеченного, так никого и не было. Конечно, потому что никому не интересна такая история. Опять же, российская военная пропаганда завязана на том, что среди русских потерь нет. Когда мы крайний раз с вами слышали официальное сообщение от российского Денштаба о количестве погибших российских солдат. Крайний раз это было, по-моему, в марте месяце. А с тех пор российская военная машина молчит и никаким образом даже не пытается. Идут бои, бои тяжелые, что в этих боях гибнут и получают ранение огромное количество российских солдат. Но тишина, это та самая форма коммуникации между российским обществом и российскими властями. Знаете, я помню незавидную судьбу ветеранов, которых после Второй мировой войны собирали и просто отправляли в специальные поселения, чтобы они не портили красивый вид городов, которые восстанавливаются. У меня такое впечатление, что вот скоро в России тоже такое начнется, поскольку эти вот раненые, эти люди, они там никому не нужны. Знаете, я приведу иной пример. Мое детство прошло в небольшом курортном городке Саки. На его фондах действовал Саки военный санаторий, который был одним из базовых госпиталей. Это спинальный был госпиталь, точнее санаторий, я был одним, я помню. Мальчишек, которые в период с 1979 по 1988 год принимали участие в боевых действиях на территории дружественной нам тогда, республики Афганистан. Я помню и ту боль, то разочарование, ту ярость порой советских тогда еще мальчишек, военнослужащих российской армии, которые принимали участие в этих боевых действиях, выполняли так называемый интернациональный долг. И по факту, получив очень тяжелые вещи, были предоставлены сами себе, в лучшем случае своего родного и близкого. А вещи были страшные, и то, что вижу я сейчас в этом конфликте, честно говоря, это определенная степень повторения тех самых страшных событий войны в Афганистане. Но только объемы, объемы-то незначительно разнятся. По официальной статистике, в Советском Союзе порядка 15 тысяч было погибших в ходе 10-летнего военного конфликта. А сейчас прошло даже не полных 6 месяцев, и российские оккупанты потеряли более 45 тысяч своих солдат. Давайте перейдем к событиям на фронтах. На юге россияне имеют частичный успех на Николаевском направлении. Сообщается, что оккупанты смогли занять южную окраину Благодатного. Что это означает после предыдущих неудачных попыток атаковать на южном направлении? Ситуация достаточно тревожна, потому как Благодатная находится в направлении трассы, которая соединяет Снегуровку с Николаевым. Это та дорога, которая практически параллельна трассе, соединяющей Херсон с Николаевым. В свое время там украинские силы обороны достаточно жестко отработали по наступающим российским подразделениям. Потом гнали эти подразделения фактически до границ Херсона. Сейчас ситуация несколько изменилась. И почему она изменилась? Огромное количество сил и средств россияне тянули на небольшой относительно участок российско-украинского фронта. И давят эти подразделения. Кстати, там находится немалая часть российских десантников. По определению наиболее сильные, наиболее подготовленные воинские части российской оккупационной армии, принимающие участие в этой так называемой специально-военной операции. Поэтому российские солдаты получили приказ, они выполняют по мере сил и возможностей. Даже на фоне того, что военная логистика действий российских оккупантов имеет определенную проблему. Мы же знаем, что три основных железнодорожных и автомобильных моста, которые соединяют левый и правый берег на этом участке Днепра, повреждены и находятся под огневым контролем украинских артиллеристов. Но, тем не менее, россияне давят, ситуация остается крайне сложной, потому как украинские силы обороны тоже имеют определенные пределы своих возможностей. Бои продолжаются. Мотивация. Как я понимаю, они хотят отодвинуть наши огневые средства, для того, чтобы мы не доставали для мостов и восстановить их. Наверное, вот это их главная тактика, их желание. Это и один из аспектов, и второй аспект. Они по-прежнему не покидают мир своих иллюзий в плане того, чтобы взять в оперативное окружение Николаев, возможно, форсировать южный Буг немного севернее от Николаева, и двинуть сюда, без крайней степи Одесской области, в направлении Одессы, в направлении Бессарабе. Сообщается также, что ВСУ успешно ударили по командному пункту десантно-штурмового полка россиян. Это, как минимум, должно немного снизить градус напряжения на том же Николаевском направлении? Дело в том, что таких ударов и происходило, и будет происходить достаточно много, потому как украинские силы обороны действуют точечно, ювелирно, уничтожая ключевые и стратегически важные объекты российских оккупантов. Склады с боеприпасами, командные пункты, пункты принятия решений, места сосредоточения, лечить составы, это бронетехники. И эта тактика дает соответствующие результаты, когда при ограниченном количестве артиллерийских средств украинская армия уничтожает наиболее важные с военной точки зрения объекты, места, сооружения. В этом контексте, конечно, россияне несут еще серьезные потери. И, кстати, те самые сводки, которые мы видим в последние дни от украинского генерального штаба, абсолютно четко об этом свидетельствуют. Огромное количество погибших российских оккупантов, огромное количество поврежденной российской техники, в том числе средств артиллерии, тому и есть свидетельства. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется. А инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стране, которая сможет создать наступательную группировку. Вы согласны с такими прогнозами? Коллеги, совершенно верно. Мы должны понимать, что перспективы есть у той стороны этой полномасштабной войны, самой крупной со времен окончания Второй мировой войны. У той стороны, которая имеет наибольшее количество ресурсов или успеет подготовить к определенному часу, чем эти самые ресурсы. Мы напрямую зависим от поставок военно-технических, от наших западных партнеров. Российская Федерация пытается перейти свою военную экономику на военные рельсы, снимает с долговременного хранения и военно-технику, и вооружение. Пытается в рамках скрытой мобилизации поставить под ружье очень большее количество военнослужащих. То есть это такой себе забег, условно говоря, в котором победитель определяет дальнейшую стратегию проведения этой так называемой специальной военной операции. Получит украинская армия в достаточных количествах и вооружения, и боеприпасов к этому вооружению. Значит, будет инициатива на нашей стороне. Если же Путин окажется более расторопным, то, соответственно, украинская армия будет дальше находиться в обороне постепенно, по меру своих сил и возможностей, выматывая наступающие предотвращения российских оккупантов. Есть информация, что после шторма Россия увеличила количество кораблей в Черном море. Утром была информация, что там было три ракетоносителя, на которых базируется 20 ракет «Калибр». А сегодня вот в интервью Сергей Брачук, спикер областной военной администрации Одесской, называл нам уже цифру 5 суден, на которых 38 калибров и два больших десантных корабля. Вот о чем это все? Прокомментируйте, пожалуйста. К чему они готовятся? Совершенно очевидно, что некоторые из боевых кораблей до недавнего находились в бухтах Севастополя. После того, как на территории Севастополя в последние трое суток происходит постоянная баловна, разрывы, в том числе и повреждения здания командования Черноморского флота Российской Федерации, командир этих кораблей принял решение более рациональное по части вывода своих боевых кораблей за пределы Севастопольской бухты. Кстати, практически все корабли Черноморского флота Российской Федерации сейчас находятся на траверсе между мысом Сарыч, это южный берег Крыма, и мысом Фиолент, южная конечность Севастополя. Так считается наиболее безопасная дистанция от украинских позиций на побережье Одесской области, которые по-прежнему держат под контролем не только всю северо-западную часть Черногория, но и достает вплоть до траверса главной бухты Черноморского флота Российской Федерации города Севастополя. Вчера вечером над тем же Севастополем снова работала российская ПВО, а из самого Крыма продолжается исход российских курортников и колонистов-оккупантов. В Американском институте изучения войны считают, что неспособность России противостоять диверсиям на военных объектах в оккупированном Крыму может вызвать недовольство в российском обществе. Вы как считаете, сможет ли это недовольство помочь в деоккупации полуострова? Безусловно, происходит достаточно такого, можно сказать, тектонического уровня изменения в сознании российского обывателя, потому как то, что они видят в телевизоре, история о том, что российская армия является второй помощницей в мире, если она захочется, она способна дойти до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин и Париж. По факту они видят, что россияне, в первую очередь, не могут взять штурмом, который в день украинские Пески случаются взрывы на территории до недавно безопасного Крыма. Об этом же российская пропаганда вещала россиянам в течение долгого-долгого времени. Поэтому, словом тех самых шаблонов, которые цементировались в мозгах обычного россиянина и тех самых реалий, с которыми сейчас он сталкивается, собственно, и создают те самые деструктивные настроения, которые, я искренне надеюсь, приведут к определенному параличу как власти на территории Российской Федерации, так и определенных движений, связанных с тем, что результат той самой специальной военной операции, кроме того, что огромное количество российских солдат получили увечья, погибли и без какого-либо такого защитительного результата. Вот в США считают законными целями российские базы и склады в Белгороде. Похоже, это дошло уже и до местных жителей города и окрестностей, которые начинают спешно покидать разные места, зная, что любимое занятие их военных – это курить на пороховой бочке. Уже в сети даже появились кадры пробок на выезд из города. Очень похоже, кстати, на пробки на выезд из Крыма. Да, у меня перед глазами сид карта, карта автомобильных дорог, и достаточно хорошо видно те областные центры Российской Федерации, которые граничат с территорией нашей страны. Именно с территории этих областных центров, областей случаются прилеты как по приграничью Сумско-Черниговской области, так и по основному городу Харькову, Харьковской области. Соответственно, если прилетает с территории этих областей, то случается обратка, потому как идет война, масштабная война, и отбалованы, в том числе на территории Белгородска, Курска, Брянска областей никто не застрахован. А реакция местных жителей, она совершенно логична, потому как каждый из них хочет сохранить свои имущества, свои жизни, свое здоровье, поэтому они действуют в сообразной ситуации. То есть перехватов СБУ, личных разговоров оккупантов мы знаем, что личный состав врага деморализован. Тех, у кого контракт закончился еще в мае, например, до сих пор держат на позицию. Ротацию им обещают месяцами, и к тому же их постоянно обманывают с обещанными выплатами. Вот очередная информация была. 80% оккупантов из 64-й мотострелковой бригады не хотят воевать и подали рапорта на увольнение. Это порядка 700 человек. Хотят уйти даже несмотря на повышенные боевые, которые им все-таки начали платить. Но, похоже, их участь уже предрешена их же командованием. Как вы считаете, понемногу приходит понимание к россиянам, что в гробу карманов нет, а тем более в тех черных пакетах, в которых их возвращают на родину? 64-я бригада отметилась своими зверстными военными преступлениями еще во время оккупации украинской бучи. Поэтому каждый из этих 700 отказников в свое время получит по заслугам. Потому что ненаказанное зло разрастается кратно. Что касаемо позиции и этих, и иных российских военнослужащих, то их требования абсолютно законны. Потому что нормативная база Российской Федерации не предусматривает обязательное участие в боевых действиях в рамках так называемой специальной военной операции. Но Путин не объявил ни военное положение, ни состояние войны в Российской Федерации. Соответственно, все требования российских солдат и их военных служб, они являются законными. Другое дело, что их командиры всячески педалируют аэропорта, которые пишут в больших количествах не только военнослужащих 64-й бригады, но и иных частей подразделений российской оккупационной армии. Поэтому тенденция такая, как она есть. И думаю, что со временем количество отказников будет возрастать, потому как количество трупов, о которых не рассказывает российская пополнительская машина, но которая в реальности есть, она является тем самым серьезным стимулом, что заставляет тех самых российских солдат отказываться от участия в активных боевых действиях. Но также была информация о том, что сейчас на территории самой России офицеры-десантники не хотят ехать и воевать на территории Украины, и их спешно пытаются заменить контрактниками. Но вот еще такой вопрос по информации из Пентагона. У россиян заканчивается боеприпас, и вот этот день за днем уменьшает их наступательный потенциал. Тем более, что наши ВСУ, конечно же, точными ударами множат на ноль их склады. И вот скажите, можно ли достичь вот той точки невозврата, когда оккупантам просто будет нечем стрелять? Я думаю, что в этом направлении украинские силы обороны работают и весьма активно работают, потому как взлетающие раз за разом российские склады с боеприпасами, и тому и является ярким подтверждением. Что касается вообще возможности обеспечения со стороны российской военной, военно-технической системы обеспечения потребностей российского войска, в том числе и активистов, то мы должны понимать, что оборонно-промышленный комплекс России работает. В настоящее время проводятся мероприятия по переводу его фактически на военные рельсы. Технологии, производство, станки и прочее, прочее, прочее. Все это в Российской Федерации есть. Сможет ли весь комплекс предприятия обеспечить в товарных количествах поставку такого типа снарядов и иных боеприпасов? Вопрос неоднозначный по той про запрещении, что мы бы слышали буквально несколько дней назад заявление генерала Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, о том, что темп стрельбы российских оккупантов в иные дни случается на уровне 60 снарядов. Подозреваю, что это крайне сложно обеспечить даже всей военно-технической мыслью Российской Федерации воспроизводство в таких количествах снарядов ракет-креактивной системы заполнения и иных типов вооружений. Ну и совершенно очевидно, что ракеты высокоточные, высокотехнологические, которые работают с ювелирной точностью по типу Х-101 или Ониксы, или Калибры, или те же Эскадеры, возможности российской военной промышленности не настолько велики, чтобы обеспечить поставки войска в товарное количество таких типов ракет. Спасибо за ваш комментарий. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами на связи.